Привет, друзья! С 18 дубля мы начинаем записи нашего очередного выпуска вашего любимого сериала. А что случилось? Дети у Сергея там кричат за окном. Это не мои дети, к сожалению или к счастью. Не знаю, детей Станислава никто никогда не видел, возможно их и нет даже. Тем не менее кричат у Сергея там кто-то на заднем плане. Но все, мы форточку закрыли, все нормально. Да, все прекрасно. Теперь не душно, так сказать. И что, мы приступаем к нашему любимому формату общения. У меня есть заданные вами вопросы. Так, а у меня вопрос. Ты обещал рассказать про свою работу. У тебя неделя прошла. Пока еще рано. Пихайди, я запишу. Тебя пока не уволили? Да, да, слушай, а то я еще расскажу. Мне сейчас уволят, и будет вообще обидно. Ты будешь меня кормить тогда, а я очень мать кушаю. Поэтому давай сначала подпишу договор, все такое там, все уладится. Тогда я продемонстрирую даже его в кадр. Да, да, да. Но я штамп поставлю в паспорте, и тогда уже можно будет показать свое истинное лицо. Ты только думаешь о штампе в паспорте, Станислав. Уже пора степениться. У тебя же мало договора. Ну, слушай, я отработаю уже полноценный месяц. Очень тяжело. Очень много с утра. Я раньше столько не работал, прям фуллтайм на одного заказчика. А что ты делаешь? Я работаю директором по контенту. Офигайся, а это что такое? Для простых смертных. Я ищу себе людей, нанимаю их, собеседую, делаю всякие задачи, кучу задачи руками с утра до вечера. От сценариев роликов до текстов интерфейса. Очень много работы. Но это такое экспериментальное пока для меня работа. Я не уверен, что я там. Посмотрим, как я себя буду чувствовать на долгой перспективе. Я так интенсивно не работал. Пока полет нормальный. Скоро расскажу подробности. Но ты там полезный? Ну, пока платят деньги. Раз платят, значит полезно. Ты же знаешь. Твое любимое слово. Кажется, что да. Да, кажется, что да. Прекрасно. Хорошо. Кстати, у меня первый вопрос тоже про деньги. Давай. Стас, привет. Вопрос про оплату по договору на счеты наличными. Мне исполнитель намекает, что если я заплачу кэшем, то будет дешевле, чем по договору. Насколько я рискую? Насколько стоит снижать стоимость в таком случае? Ну, рискуешь ты по законодательству, в той стороне, в которой ты живешь? То есть, можешь ли ты платить или не можешь? Опять же, кажется, что можешь. То есть, скорее рискует он, принимая деньги за предпринимательскую деятельность. Там есть такой пунктик в законе, что если ты один раз получаешь за эту деятельность, то вроде как это не систематическое, а наказание идет уже за систематическое нарушение. То есть, два и более раз. Поэтому это такие тонкие юридические моменты. Но я не знаю там на практике, кого там за это прижучили. Хотя у меня есть среди знакомых ребят предпринимателей. Уже некоторых выборочно наказывали за то, что мимо кассы платят фрилансерам. А по факту они как будто работают на фулл-тайм. Нужно человека на фулл-тайм как раз-таки организовывать в компанию. И за это там у них счета блокируют какие-то такие дули махинации. Еще это не массово, но рано или поздно всех оцифруют. Поэтому нужно быть здесь внимательным, конечно. И ты прикрылся, да? У тебя там нет проблем. Тебе никто не придет, не ущучит. Ну, сто процентов нельзя быть уверенным. Если кто-то захочет прийти и прижучить, наверное, как-то можно в нашей стране. Но надеюсь, до меня не дойдут. Я понял. Слушай, а если тебе придет какой-нибудь, не знаю, сантехник. У меня была история интересная. Давайте расскажу сразу в тему. Я накопил как-то денег. Давно это было. И я принимал деньги просто на карточку. Без вообще ИП у меня не было ничего. Я накопил на автомобиль. В принципе, неплохой. Там Мазда-турок я покупал. Оно за 20 тысяч долларов. И я снимал с карточки Сбербанка. И, естественно, я никаких налогов не платил. Я думал, сейчас я буду снимать деньги, меня прижучат. Я приду в Сберкассу, выну эти вот доллары свои. И меня сразу же в наручники пойдут. Это немножко страшновато было. Но никто не пришел, все было нормально. А срок давности налоговых таких преступлений, 3 года. Поэтому я, в принципе, спасся. Вот, с тех пор я старался так не шалить. И всегда лучше платить налоги. Тем более, в нашей стране они минимальные. Это правда. А Мазда-то купил? Да-да, конечно, купил автомобиль. Пошел. Ну, то есть, снял и пошел. Красного цвета, я надеюсь? Конечно, красного. Блин, ну, молодец. Мужик, как у нас сказали бы. А как же. Слушай, а вот если тебе придется на технику, какой-нибудь скажет, типа, Стас, давай вот без договоров на ИП можешь мне просто заплатить не 20 штук, а 15 с кэшем. Согласишься? Без договоров? Конечно, соглашусь. Почему нет? Окей, я просто спрашиваю, Ладно. А зачем мне? Логично. Это логично. Хорошо. Стислав, я работаю. Сейчас уточнить хочу. Очень важный момент. Иногда, когда мы работаем для клиента, либо для себя, если я понимаю, что мне гарантия важна, очень важна, то тогда я готов заплатить больше, потому что мне нужно будет юридически обоснование того, что я потом попытаюсь взыскать. То есть, допустим, мы ставим там воду. Мои строители тоже могут поставить водный фильтр, но мы не даем строителям, хоть там будет дешевле и быстрее прямо сейчас, мы вызываем именно компанию и организацию, которая все это поставит, потому что если что случится, потом она будет нести ответственность. И ответственность с компанией взыскать проще, ну, с большой компанией, да, чем со строителей, которые завтра уедут. То есть, экономия там 3-5 тысяч сейчас не играет роли, как потом, ну, что потом, что случилось, и кто-то может поправить. Большой компанией вообще проще позвонить в колл-центр и сказать, ребята, у меня сломалось, приезжайте почините. Окей. Пол страны, Стас, экономия 3 тысячи, а тебе не важно, вот значит как. Ну, это, нет, 3 тысячи мне не сильно важно. Слушай, так, Станислав, я работаю веб-дизайнером, у меня возникает проблема, мне заказчики иногда являются, тут плохо сейчас написано, криво, но я сейчас прочитаю, как могу. У меня возникает проблема, мне заказчики иногда являются и говорят, мол, невкусно, некрасиво, поработаю еще. Короче, замечание без конкретики, как с таким лучше работать? Ну, лучше спросить, что конкретно нужно сделать. Ну, это просто переговоры. Слушай, вот, кстати, история из моего опыта. У меня был такой случай, у меня был заказчик, и он такой говорит, типа, невкусно, не соответствует духу моего бренда. Я говорю, слушайте, а в чем дух бренда, давайте обсудим. Он говорит, да ты мне скажи, я эти деньги плачу, что-то тут, типа, если ты не знаешь, так иди отсюда. Ну, типа, такой, агрится в ответ. Вот, короче, типа, не помогло. Ну, это как вы договаривались, вы когда договаривались, вы ставили ТЗ, если ты ТЗ никакой не брал, то заказчик имеет право ссивиться как угодно. Поэтому, если ты как специалист не взял техническое задание, ты не ограничил степень возможного, то клиент вправе вести себя как хочет. И он, в принципе, я тут на его стороне все-таки, потому что он может ожидать от тебя что угодно, может, он думал, что ты бог, копиратив, но он вообще может не знать, что включается, а не включается в работу. Поэтому главная задача специалиста – ограничить клиента в его хотелках. В этом плане ты должен спросить, а есть ли у вас бренд, есть ли у вас логотип, должен ли я делать свой текст в духе вашего бренда? У тебя должен быть такой вопрос в начале. И он скажет, да, должен. Окей, тогда дай исходнички. Если нет, тогда уже вопросов ко мне не будет. То есть, это твоя первая ответственность. Я согласен с этим. Хороший ответ. Вот, ну да, еще мне нравится твой ответ. Поговори действительно часто. Это особенно у начинающих редакторов такое. Ты говоришь, ну там, текст плохой. Он такой, я вот как пиши, сокращай, написан, написал, мол, типа, формально прикрывается, не пытаясь понять, разобраться, что в нем неплохо. Куда там сокращать, что ты там сократил, где мои деньги? Пиши, сокращай, это Библия редакторского искусства. Я уверен, ты ее читал, с этим словом. Да, да, да. Ну, я имею в виду, что заказчик может вообще этого не знать. Ну, да, 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 он такой Ильяхов, Илья Максимов, Максим Ильяхов, вообще какая разница мне едет сюда. Главное, чтобы не Илья Муровинц. Хорошо. Так, есть такой немножко грубый, что ли, вопрос? Ну, ладно. Стас, я видел у тебя в канале, что ты скорбишь по парабеллому. А, да. Слушай, но ведь он был совсем неоднозначным мужиком, скорее вредным даже, в том числе для инфобизнеса, токсичным. Ну, ты сам-то понимаешь или не написано? Ну, нет, это неправда, вот что могу сказать. Типа не был токсичным? Нет, он был очень крутой чувак вообще во всем. И умнейшее создание, очень жалко, что его, конечно, не стало. Ну, ты сам лично был знаком? Да, да, конечно, конечно. Неоднозначный во многих проявлениях и вне контекста. Многие вещи там, как шутки говорились, а потом, ну, я смотрел, разборы там разные. То есть то, что вы в интернете видите, если кто-то смотрит, там вне контекста всё. Потому что я был практически на всех мероприятиях, откуда это вырезано. Там это, короче, вне контекста всё. То есть вырезается именно часть, и, ну, ты понимаешь, как это можно сделать. Да, да, да. Ну, короче, вот такая история. Вот. Абсолютно адекватнейший человек. И очень, конечно, жалко, что вот так случилось. И очень круто. Очень круто всё давал. То есть прямо. А тот, кто, ну, там что-то говорит, ну, скорее всего, опыта отношения не имеет никакого. А смотрит, знаешь, как пересказ, пересказа по телевизору. Ну, как бы окей. Я переубеждать никого не хочу. Я просто своё мнение выражаю. И, ну, кто-то его могу сказать. А переубеждать никого смысла я не вижу. Я понял. Слушай, не аж норма. Хорошо, пьёт. Окей. Слушай, а я вот, я же ещё делал у тебя в канале фотографию совместную с Парабелломом. И кажется, что она очень старая, чуть ли не 20 лет назад. Да, да, да. Ты ещё тогда занимался инфобизнесом? Да, в 2009-2010 году. Вот я был первый раз с ним познакомился на конференции. Вот я тогда был. И с тех пор мы свою конференцию сделали. Я сходил и посмотрел, что так много было. А, то есть ты вдохновился чужая конференция? Да, я говорю, ничего себе. Тогда и Пётр Осипов там же был на конференции, как этот самый, он носил какие-то, микрофон носил. А потом вдруг пошёл выступать. Я вообще удивился. Что за какой-то чувак пошёл на сцену, только что микрофон носил. Думал, вообще официант. Пошёл выступать. И выступал офигенно. Я такой сижу, думаю, блин, а почему бы у меня тоже не выступить? И там было упражнение какое-то, что давайте, значит, кто хочет там, условно, попрактиковаться в публичных выступлениях. А у меня с детства как бы к этому страх. Вот. Я такой, окей, я хочу. Почему нет? Я не хуже. Вот. Пошёл, попрактиковался. Думаю, блин, прикольно, интересно, ничего не страшно, не сложно. И пошёл свою конференцию сделал. Ну, почему нет? Люди делают, и я сделаю. То есть мне нужно было просто такой вот, как бы со стороны посмотреть, что да, так можно. И вот 10 лет конференции проходят, и этот толчок был такой. Блин, это очень крутая история. Мне нравится. Слушай, ты кажется такой человек, что ты не часто, но иногда делаешь что-то как бы в пику, в том числе себе самому, да? Я стараюсь так и не могу. Да, да. Я просто знаю, опять же, я могу там бояться или что-то такое. Вот, естественно, это есть у каждого человека, но я понимаю, что там где страх, там точки роста. И если в каких-то умных книжках или умные люди, ну, как мне кажется, умные говорят, что это нормально, и идти надо туда, а у меня организм, и я сам сопротивляюсь, то кто я такой, чтобы там сопротивляться? Давай-ка я попробую, я думаю, и дальше будь что будет. Я просто еще такой человек, что мне, в принципе, не сильно важно чужое мнение, и я очень такой самоуверенный, и у меня все равно, то есть вот у меня есть такая черта, что мне все равно, что обо мне подумают. И я могу как бы на вызов сам себя взять, вот, и я поэтому делаю, и результат, если мне нравится, то клево. Здорово, слушай. Мне твой ответ немножко напомнил, я читал про старых мастеров итальянской школы художных, художественных мастеров. Там был какой-нибудь, допустим, художник, Тициан, у него были ученики, он там часто давал им что-то, какую-то часть работы сделать. И у них была принята в этой культуре многовековая традиция в том, что ты можешь, типа, спорить с мастером, после того, как ты попробовал сделать, что он тебе сказал. Мастер говорит, вот, сделай так. Ты говоришь, типа, не буду. Он говорит, ты пробовал, не пробовал, иди сделай. Вот, сделаешь, приноси. Вот, посмотрим, если правда хуже, то тогда не будешь так делать. Ну, мол, типа, как, попробуй сначала выполнить, что тебе сказали, а потом уже будешь измущаться. Мне кажется, неплохая методика. Я думаю, что такого ученика, который посмел сказать мастеру поперек, просто пинком надо выгнать, и все, и следующее. Я бы так поступил. Ну, то есть, ты учиться пришел или права качать? Права качать, иди свою мастерскую сделай, там рассказывай свой инфобизнес, кому хочешь. Я понял. Ну, то есть, у тебя жесткая модель обучения. Ну, только так, конечно. Ну, слушай, ну, а зачем? То есть, если ты пришел к человеку, отбрось свои, как я хочу, ну, то есть, зачем ты мне рассказываешь, как надо, ну, иди свое делай тогда, если ты такой умный. А если ты пришел учиться, то слушай, что я тебе говорю и делай. Это единственное. Ну, то есть, не трать ни свое, ни мое время. У меня нет сил, времени и желания переубеждать тебя. Вообще никакого. Ну, это может работать в двух случаях. Либо, когда у ученика очень высокое уважение к тебе, как мастеру, либо у него очень сильное стремление учиться. Но других и не надо брать. А другие люди же такие, типа, а других и не надо, с чем-то, ну, блин, с чем-то плохо, да, вот с чем делать? А? Ну, люди же часто так думают, ну, типа, мне логикой понятно, что не стоит делать вот так. Ну. Ну, что мне мастер, хоть херню мне советует. Ну, так не надо таких людей брать. То есть, тебе они в ученики не нужны. Отталкивай их на входе. То есть, ты можешь в тестах говорить, ты меня уважаешь? Да, докажи, пусть испытание пройдет. И будешь делать, что я говорю, ну, как в фильмах, это старый, когда приходит кумфу-мастер. И вот он перед тем, как тренироваться, он должен там... Три раза прогнать ученика. Да, и потом целый месяц он полы моет, а потом только он ему там что-то рассказывает. И это и было у тебя самое главное испытание. Кстати, да. Почему бы и нет, да. Это типично похоже на какого-нибудь про шиолинских монахов. Почему это работает? Это очень просто, потому что тебе не важно, на каком примере учиться. Ты учишь не супер какие-то приемы, а волю характера. Ты как бы учишь, ну, то есть, ты качество свое учишь. Вот это важно. То есть, у тебя есть ограниченное количество важных качеств, которые ты... Системная работа, последовательность, умение доводить дело до конца, умение слушаться, делать, как сказали, ну и так далее. Вот эти вот навыки тебе нужны. А потом ты уже на них можешь что-то делать более сложно. Если у тебя этого не прокачивается, если ты по каждому вопросу начинаешь разводить какую-то демагогию, то ты не научишься, ты будешь отличный в Динамагог, но результат у тебя не будет. Это не тебе, не ученику не полезно. О, вернее, не учителю. Согласен. Согласен. Логичный. Логичный ты человек, Станислав. Да вообще. У меня, да, с этим окей. Я тесты, кстати, проходил психологически. Я доделал свою эту историю по психологии очень прикольную. Так. Вот. И там тесты. Интересно, кстати, заполнять, чтобы посмотреть, кем ты являешься, какие-то там плюсы, какие минусы. И там, да, мне погадали. Погадали, что да, я как бы логичный. Чего узнал о себе из теста? Ну, много чего интересного. Пересказывать, наверное, целиком не буду. Ну, как бы это, смысл это. А было такое, что ты прошел тест, он показал результат, и ты такой, блин, да, ты вообще не про меня. Какая-то ошибка. Нет, такого не бывает. Потому что ты, если ты честно отвечаешь, там самое главное на вопросы честно отвечать. Я понял одну интересную вещь, что можно... Вот все книги пишутся, в принципе, достаточно просто. Человек может на основе... Там есть две важных вещи, это масло потребности и психотипы юнга. Вот это две как бы основы, и на них уже все книги остальные пишутся. Там пять языков любви, например, это самые какие есть, да, там всякие соционика. То есть всякие разные теории, там их сотня и сотня книг, пишутся на основе вот этих двух вещей. Это прикольная штука, на основе этой истории и методики можно даже свою придумать. Вот поэтому нормально. Почему, если кто-то пишет и придумывает, то и каждый тоже может это сделать. Логично, хорошо. Так, еще вопрос. Станислав, у меня такой вопрос. Вот иногда я прихожу к клиенту домой, чтобы обсудить дизайн. И вижу, что у него там стоит дорогой велик, такой спортивный. Мне всегда в такой ситуации кажется важным спросить про велик, про спорт. Но я сама ощущаю, что делаю это не из искреннего интереса, а ради лести. Мне стыдно от такого и кажется, что люди это понимают. Посоветуй, как быть. Не знаю, какая задача стоит. Я не понимаю. Тут надо выяснять у человека, зачем она так делает. Я не знаю. Мне бы просто было искренне интересно. Если я вижу какой-то интересный гаджет, я так и спрашиваю, а как и почему. Я люблю людей, я люблю жизнь, я люблю интересоваться разными штуками. И мне очень интересны причины. Я никогда не из лести спрашиваю. Я бы спросил, вот действительно прикольно. Слушай, у тебя классный велик, а почему он такой, ну как бы интересный такой, да? Почему там скорость, а как он работает, сколько едет? Ну просто я любопытный. Если из лести, то наверняка человек хочет за счет лести продать. Это отличный способ манипуляции для тех, кто манипулирует людьми. Я просто этим не занимаюсь, я стараюсь естественно работать. Вот кто его манипулирует, это инструмент один из. Слушай, а манипулировать в принципе плохо и хорошо, на твой взгляд? Ну тут надо в терминологии понять. То есть в моей терминологии есть две вещи. Манипуляция это нечто, ну как бы плохое такое, да, условно. А есть влияние. Плохое это когда ты хочешь, ты понимаешь, что ты спрашиваешь про велик, ну тебе наплевать на велик, ну хочешь заказ взять, хочешь, чтобы человек к тебе хорошо относился. А влияние, когда ты то же самое хочешь, но не с тем, чтобы как бы в минус себе прийти, а чтобы человеку было классно именно с тобой работать. То есть это зависит от моральных, ну как бы от посыла. Вот если человек сам искренне в своем посыле, если ты уверен в своем продукте, то это влияние. А если ты понимаешь, что твой продукт не очень, но тебе надо его продать, то тогда у тебя идут манипуляции. И тогда ты, ну манипуляция всегда хуже работает, но мастера манипуляции тоже могут очень хорошо продавать. Они могут любой товар продать просто за счет того, что знают психологию людей и за счет этого, ну втираются в доверие и продают. А потом человек такой, ой, зачем я купил, мне это не надо. Да, 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 вот это я только хотел об этом сказать. Как раз Джим Кэмп про это говорит, что человек может купить, а потом разочароваться. Да, да, да. Вот это как раз когда манипуляция, и это профессиональные продавцы делают. Поэтому самый лучший вариант продавать именно хороший продукт, качественный. Тогда у тебя не манипуляции идут, а убеждения. То есть ты настолько уверен, что сам бы ты даже купил там родителей, маме, бабушке посоветовал. И тогда у тебя действительно все классно и все хорошо происходит. Логично. Слушай, хороший ответ, мне понравился. А ты, ну влияние это твой ключ, и ты типа им пользуешься, я правильно понимаю, да? Ну конечно, ну в любом случае мы когда общаемся, мы влияем на людей, потому что всегда вообще, начиная там с родственников, детей, знакомых, друзей, учителей, везде. Мы если что-то с кем-то общаемся, мы доносим какую-то свою тему и что-то хотим от человека, везде. Поэтому, конечно, сотрудник, работодатель, всегда это влияние идет какое-то. Либо на тебя влияет, либо ты влияешь. Мне кажется, обычно, ну и туда, как бы в обе стороны происходит. Конечно, конечно. Ну и дальше у тебя уже задача, ну то есть какую ты ставишь перед собой, ты можешь, если ты супер мастер в этом, ты можешь в принципе очень там жестко поступить, можешь мягко. То есть у тебя задача не только там продавить свою тему, но и сделать, чтобы человек комфортно был, допустим. Это вот такое мастерство. Идеально я считаю ситуацию, когда твое движение к цели и твоя выгода, она равна выгоде человека и движению человека к его цели. Поэтому я всегда задаю очень простой вопрос, всем сотрудникам, вообще всем с кем только общаюсь, каковы твои движения к счастью, какое твое идеальное видение мира или счастья. И дальше я стараюсь сделать так, чтобы работа со мной, либо там взаимодействие со мной двигало его к его цели. И его действие двигало меня к моей цели. Тогда вот получается ситуация вин-вин. Тогда с такими людьми. Блин, слушай, ну это нихрена себе вопрос. Я вот сейчас сижу, вот не могу, не знаю даже, вот ты меня спросил бы, что бы я тебе ответил. Я бы сказал, не хочу денег, и что бы ты мне мозг не выносил. Это считается за ответ? Ну, нет, не совсем. Что значит, хочу денег? У тебя есть, да, ты денег, естественно, хочешь, и мозг не выносил, естественно, хочешь. Это базовые вещи для начала работы, сотрудничества. Но почему мы, допустим, с тобой записываем, в том числе, я же тебе денег за это не плачу. Тебе приятно общение, тебе интересны темы. То есть тебе любопытно, и тебе тоже прикольно и интересно. То есть это часть твоего мирообразования, и просто по приколу, да, то есть эмоционально есть заряд. Вот, соответственно, я не знаю, можно покопаться. Ну, давайте тебя спросим сейчас, почему нет? Зачем ты записываешь со мной подкасты? Ну, ты правильно сказал, мне в целом интересно. Мне кажется, ты часто даешь необычные умные ответы на вопросы, которые я бы сам не дал бы, сам отвечая на них. И я вроде как учусь за счет этого. Ну, вот, видишь, ты сам ответил. То есть у тебя есть интересы и есть обучение там чему-то, да? Это типа считается, да? Да-да-да, конечно. Ты же сам рассказывал, ты просто, может, забыл, но ты рассказывал, как ты применял какие-то, не знаю, стратегии, советы со своими клиентами. Вот. Поэтому ты видишь в этом как бы перспективу. Вот. Поэтому получается, ну вот оно и есть. Можно это не озвучивать? Слушай, я сейчас думаю, скажут, полезно было. Я такой, блин, Станислав, опять, опять. Не, не надо. Не буду тебе платить. Не надо. Я шучу, шучу, ладно. Хорошо, не буду. Ну, блин, интересно. На самом деле, вот это прикольный был момент. Так, есть еще такой странный вопрос, но я все равно записал, раз был. Вот я не знаю, как ты не отреагируешь. Стас, а можешь поделиться своей базой поставщиков и подрядчиков по ремонту, чтобы прямо избранные люди там были? Ну, смотри, я всегда отвечаю на такой вопрос, когда люди хотят, чтобы ты поделился кем-то, они хотят снять ответственность с себя. Это немножко неправильно. То есть, когда ты берешь у кого-то контакт, вроде как ты берешь чужой опыт и по социальным доказательствам хочешь воспользоваться там другими людьми. Но прикол в том, что я, когда рекомендую кого-то, отдаю частичку себя. То есть, как будто я за них поручаюсь немножечко. Вот. Они могут подвести. Поэтому, и как ни странно, все равно будет потом негативчик немножко на меня. Поэтому я так не делаю. У меня везде дисклеймер, что я за чужих людей не отвечаю. Да, я могу сказать, что с кем мы работали, с кем можно общаться, с кем имеет смысл. Но, если они вас подведут, оканутся мошенниками и завтра украдут у вас все, все деньги ведут с карты, я ни при чем. Вот с таким дисклеймером можно. Конечно, заходите на наш сайт Design Conference и смотрите все наши уважаемые поставщики. Их там более сотни, которые уже доказали свою надежность. Как доказали надежность? Участие в нашей конференции. Они заплатили денег и показали свою продукцию. То есть, как минимум, они надежные компании, что у них есть деньги на выставление. Вот с ними можно работать. Вот. Все остальные требуют проверки. За такую проверку мы берем с клиента деньги. Это 10% от стоимости. То есть, клиент может сказать, выберите нам надежного по паркету. Мы говорим, окей, не вопрос. Плати 10% от закупки. Мы тебе сделаем анализ и предоставим таблицу. Это работа. То есть, просто так рекомендовать. А ответственность понесете в таком случае? Нет, мы никогда не несем ответственность. Мы даем ему список. И мы говорим, что смотри, вот этот самый дешевый. Ну, если я сам составлю, вот чем мне список? Составь? Ну, можешь составить. Просто список, сделанный по книге. В книге энциклопедии описан список. Там ты, ну, по сути, ты интервью берешь. Ты звонишь им, ты проверяешь сайт, ты проверяешь его там на судебные иски, ты проверяешь на отзывы. Ты проверяешь их. Ты не просто список составляешь. Да, да, да. Ты сопоставляешь сначала список подходящих по цене, по технологии, которая описана в книге комплектация. И потом ты проходишь по этим вопросам сам. И потом клиенту по итогу ты составляешь список, ну, что ты выявил. Факты. То есть, результат моей работы по анализу это факты. И вот это я могу дать. А человек уже сам принимает решение. Когда тебя просят посоветовать кого-то, как бы человек пытается переложить на тебя ответственность свою. А это неправильно. Вот. Ответственность должен нести тот, кто выбирает. То есть, направить я могу даже, да, вот я направил, но все равно не нужно думать, что это я вот там рекомендую кого-то. Я понял. Слушай, а часто за такой услугой тебе приходят? Ну, всегда кто-то спрашивает. Всегда, да. Но я в первую очередь понимаю, что, ну, это нормально. То есть, это нормально. Я даже сам, кстати, спрашиваю, я когда составлял список, вот последний раз мне нужно было найти вентилятора, компанию по вентиляции. И у меня наши, с которыми мы работаем, ну, вот они куда-то пропали. То есть, там человек в отпуск уехал, он, конечно, не отвечал. Вот такой вот, как бы, критерий. Я бы его посоветовал кому-то. В принципе, я бы посоветовал клиенту, а клиент говорит, а он не отвечает. Что за фигня, непонятно. Стали бы разбираться, он куда-то уехал, передал, не знал. В общем, слил заказ. Глупо. Мы стали срочно искать новых. Вот. Я записал видео и попросил в чате ребят, кто работал с вентиляторщиками, дайте контакты. Говорю, ну, ни в коем случае на вас ссылаться не буду, просто вот как, с чего начать. Они мне дали контакты, там человек 10. Мы разослали единое им сообщение, что типа так, мало так, мы студия дизайна, ищем сейчас проект конкретный. Там 150 метров, 140, там, Сочи, квартира. Вот. Кто хочет участвовать, вот такие-то условия, участвуйте. Из них, естественно, из 10 человек 5 только ответило. Из них там 3, или там, вот эти вот 5, они вовремя прислали свое коммерческое предложение. Естественно, эти 5 я отфильтровал и показал клиенту, ну, и он выбрал, с кем мы работаем. А выбрал он с тем, кто предложил сделать тест-драйв, ну, то есть первый эскизный проект, там, бесплатно. А дальше уже за деньги, и стоимость его устроила клиента. Все, с ним мы сотрудничаем, остальные в списке в этой таблице. Я понял. Слушай, классно, мне нравится. А в какой такой книге об этом рассказано, Станислав? Да, 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 да. В какой книге? Книга «Энциклопедия дизайна и комплектации», кто еще не приобрел, обязательно 3000 экономит 300 миллионов. Много экономит 300 миллионов. Слушай, я вам рекомендую. Вот сейчас бы я, знаешь, тут есть совет, вопрос такой. Давай. Последним он идет. Станислав, здравствуйте, какой совет бы дали себе в 15 лет и в 25 лет? Вот я себе совет бы дал 2000, наверное, какой-то, в 18 году. Я бы сказал, будешь со Стасом писать книгу, возьми 5% от ее стоимости в качестве гонорара. Ты бы дал мне тогда? Нет. Да почему? Ну, Стас. А зачем? Выгоднее заплатить денег, сколько нужно. Ну, потому что я же не знаю, может, я тебя подведу, вдруг она не продастся. А если я сам хочу так, я согласен подвестись? Ну, не знаю. Вот я сейчас думаю тогда, допустим, я новую пишу, хотел бы я кого-то в партнера. То есть я какую-то обязанность все равно перед тобой несу. То есть я как-то тебе должен что-то отчитываться от тиражей, а почему продается, почему не продается. Ну, то есть так или иначе, ну, либо ты потом другим людям скажешь, ну, слушай, я ему написал, надеялся, что там он будет типа миллиона, а в итоге там ничего не продалось. То есть я как бы начинаю нести за себя ответственность. Это такая же тема, как с рекомендацией. Лучше я тебе заплачу, сколько денег ты скажешь, чтобы ты был доволен, о чем мы договорились. И все, я дальше буду равноправно сам. Поэтому я, кстати, книгу и не выпускаю там, ну, никому не в издательство. Я сам ее как бы делаю, распространяю. У меня это лучше получается, чем у издательства. Ну, то есть я знаю, что я продам и все деньги себе оставлю. Чем я там куда-то буду отправлять, и там какие-то люди будут это делать. Слушай, значит ли это, что у тебя в студии никакого партнера нет? Ты единственная ее владелец? Да. Это так, да? Участно. А хотел бы так теоретически просто увеличиться в два раза, взяв себе равного партнера? Нет. Ты думал вообще таком никогда? Ни в коем случае. Вообще нет. То есть я человек, который очень любит свободу и независимость. Это ключевая вещь. Я больше денег ценю в 100 тысяч раз. Поэтому нет ни в коем случае. Но я готов 20% отдать, как управляющий партнер, кто будет это делать. И в принципе я все бизнесы сейчас запускаю новые, которые будут именно так. То есть я с удовольствием отдам. Но не в плане решений. То есть если я захочу. То есть чтобы от меня никто ничего не требовал. То есть я отдаю долю ей, может быть даже и больше, долю 50% без проблем. Но чтобы меня никто не дергал, и чтобы мне никто не говорил, что я что-то должен делать. То есть я люблю делать то, что я сам люблю делать. Это мне гораздо более важно, нежели деньги и корпорация большая. Логично. Слушай, хорошая модель. Но это у меня. Возвращаясь, я понимаю. У меня среди моих знакомых предпринимателей, кстати, почти все, наверное, в бизнесе владеют партнерство с кем-то. Часто испытывая какие-то финансовые проблемы, там кассовые разрывы, они призывают партнера, пытаясь деньгами закрыть ту дыру, а потом человек у тебя оказывается в управлении компании, из-за того, что он тебе дал как бы в долг по сути. Выгоднее всего инвесторов найти, переупаковать и продать этот бизнес. Ясно. И туда установить. Ну ты уже рассказывал про свою модель, как студентские слова Ревкова просто. Не, я это делать не буду, я просто вот на примере вот тех ребят, которые там в какой-то ситуации оказались, если компания работала, допустим, веб-агентство, у них по-любому есть портфолио некое, ты можешь это портфолио продать человеку, которому как раз таки не хватает, у которого есть предпринимательский талант, но не хватает именно дизайнеров и наработки базового, вот это портфолио, которое много денег стоит. И ты можешь продать эти работы. Ну то есть в принципе миллион, два, там три. И туда же потом устроиться на работу. И ну в это же, в свою же компанию. Почему нет? У тебя будет опыт уже и как организатор компании, и как упаковщик и продавца бизнеса, и как наемного сотрудника. То есть ты будешь супер в опыте. И даже если у них с ней с этой компанией, ты можешь новую создать потом. Я понял. Слушай, я вот сейчас немножко назад бы вернулся. Помнишь, ты спрашивал у меня буквально 10 минут назад, в чем смысл нашего подкаста для меня? Я ответил честно. А вот теперь ты мне скажи, в чем для тебя смысл? Почему ты тратишь время, чтобы со мной разговаривать? Ну я же рассказываю, отвечая на вопросы. То есть по вопросам это очень важная часть, потому что когда ты что-то знаешь, тебе важно, твои навыки знания, они пригождаются не просто как абстракции, а для мира, для какой-то пользы. И ты никогда не знаешь, что людям нужно. Поэтому мы собираем разные вопросы, ну из разных ситуаций, и вытаскиваем вот эти вот решения. Поэтому мы никогда не готовимся, вот как есть, так и есть. То есть как оно сложилось. Если ты бескорыстно это делаешь, ты хочешь сказать. Наоборот. Или ты все-таки думаешь, в смысле, что это поможет тебе продать? Ну конечно. Смотри, когда я отвечаю, я же рассказываю здесь, я что продаю? Я продаю, естественно. Продаю не продукт, я продаю свою, ну как бы свою ценность, свою как человека. Мудрость. Да, да, да. И кто-то, если смотрит, такой, окей, ты что-то там разумное рассказывай. Наверное, по продажам, по бизнесам, по дизайну, можно с ним поконсультироваться. Как минимум. Вот. Соответственно, человек может записаться, проконсультироваться, ну и так далее. То есть он мне уже доверяет. Почему? Потому что что-то полезное услышал. Вот так это работает. Это контент-маркетинг обычный, то есть я всю жизнь так работаю. Я понял. Хорошо, ладно. Ну и потом, самое главное, ты с приятным собеседником. Да, уж слушай, вот мог бы все испортил просто. Вот, блин, как бы. Эх, это знаешь, как бы я был бы веганом, ты бы мне такой стейк под конец ужина плюхнул бы на тарелку, я бы, наверное, убежал бы с пятого твоего этажа. Да. Слушай, возвращаясь вот обратно к вопросу, который я частично затронул. Он звучит так. Станислав, здравствуйте, а какой совет вы бы себе дали в 15 лет, а какой в 25? Вот, что бы ты сказал? Ничего не меняй, все было зашибись. Да? Типа утешил бы сам себя. Да нет, все отлично, я просто счастлив. Ну, то есть, я считаю... И в жизни ничего не хочется поменять, никогда не там. Ничего не хочется, зачем? Слушай, ты какой-то... А тебе что хочется поменять? Давай с тебя. Да я не знаю, но это сложный вопрос. Может быть, я подался биткоин и покупай, я сказал когда-нибудь. На самом деле, вот я сейчас так отвечаю, но это очень тупой ответ, и в этом проявляется какая-то, знаешь, такая русская логика, как бы, как бы обмануть систему, купить что-то пораньше, о чем ты не знал, и вот типа разбогатеть случайно, не на основании своего знания, опыта, умения, а просто вот... Это самое хуже, что может быть. Да, все люди, которые сейчас такое вовлю сушат. Выигрывают в лотерею, или там условно обогатились биткоином. Я ехал, я могу историю сказать, я возвращался из Милана, у меня был какой-то билет бизнес-класса, я не помню почему, то ли Милит, или еще что-то, ну, то есть, какая-то такая тема была, вот, и там был в бизнес-зале человек-акционер Газпрома. И он был богатый человек, да, и вот он что-то немножко принял, и мы с ним что-то разговаривали. И он говорит, я там и в Таиланде, и еще что-то, еще что-то. У него такие как бы очень интересы, он очень богатый, но интересы у него приземленные. И очень грустно, то есть у человека столько денег, он может столько интересного сделать. Нет, он рассказывает, как он там по женщинам ездит, или там на курортах отдыхает, или там пьет, и с женой он ехал, жена там отдельно от него ехала, то есть тоже там прибухивает, ну-ка, я вообще не понимаю. И вот у человека есть все, и в принципе он никогда не понимает, что ни в чем не нуждается. И таких много, потому что я вот в направлении таком живу, где в принципе, ну там бизнес, там и премиум класс, там на рублевке есть, таких много людей, просто тупо с деньгами. Но у них настолько скудные интересы, даже вот, ну случайно там в очередь где-то видишь, еще где-то там просто вот, это грустно, это грустно, когда нет цели. То есть я бы никому не пожелал большое количество денег, наоборот. Счастье это в чем? Счастье в постепенном достижении, движении к своей цели, за счет применения своих талантов, и когда ты видишь результат какой-то, и вот когда это все сходится, вот оно счастье. А когда у тебя сразу все есть, ну ты знаешь, как в игре компьютерный, чит-код ввел, тебе не интересно, ты говоришь в 10 минут. Зачем? Логично. Естественно, нужна цель, в чем не надо, то есть самое плохое, когда ты нуждаешься, но ты же не нуждаешься, никто из нас не нуждается, потому что вот там есть нечего, это да, но если тебе есть что поесть и есть где жить, то дальше начинается самое интересное. Отбился, Станислав, хорошо. И у меня последний вопрос есть, но ты, не знаю, мне кажется, ты скажешь нет, но я все-таки задам. Станислав, а вы занимаетесь психологом или психотерапевтом? Нет. Почему? Не знаю, не удалось. Наверное, стоит попробовать, но я просто не знаю, что спросить, то есть мне кажется, я настолько как бы все знаю, понимаю, не знаю, я вот с коучем работал, у меня был, ну есть у меня знакомый, отличный, Константин Апекун, рекомендую, супер, кстати, коуч, он занимается этими делами, я ему помогал в систематизации настроить немножечко в его бизнесе, а он, соответственно, мне наоборот задавал некие вопросы по, ну, развитию, очень интересные, кстати, там, с видением там было, с целями, с построением программ, он мне помогал, ну, какой-то глобальный, с помощью, как бы, как с людьми общаться, в общем, такие вещи. Я считаю, что да, очень классно, вот, Константина всем рекомендую. Тебе помогло вообще общение с ним? Да, 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 конечно, 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 помогло, естественно, да, вот, рекомендую, с коучем, всегда. У нас Даша Пеженина занимается, как бы, выявлением смыслом, она смысловала, вот мы такое слово придумали, когда вытаскивает смыслы основные из предпринимателя, то, что он не видит со стороны, то есть, за небольшую сессию, там, за полтора часа она делает такой портрет, и ты можешь с ней упаковку идти. И Мария Белорусова была, вот, трекер, она занималась, вот, я с ней тоже, как бы, немножко позанимался, в плане, ну, пообщался, в плане, мне было интересно, как трекеры работают, то есть, вообще, в чем суть. А что такое трекер, это кто? Трекер, это человек, это не коуч, и не, там, не наставник, а это просто, ну, у тебя есть, как бы, план, ты себе поставил, вот, и ты общаешься с человеком, то есть, он смотрит, как ты, то есть, такой лайтовый, как бы, тренер получается, он не тренер, даже просто, как менеджер, можно так сказать, плюс, дает какие-то рекомендации из других тем, то есть, она мне познакомила с темой одизиса, это психотипа, да, по предпринимателям, то есть, какие-то вещи она видела из других схем, и она говорит, вот, то-то почитай, то-то посмотри, то есть, какие-то локальные вещи, вот, тоже было очень прикольно, там было интересное упражнение, что, типа, куда ты время там свое тратишь, там можно было выписывать каждый день, там, на что-то тратишь время, и просто там в конце недели посмотреть, две недели я выписывал в качестве эксперимента, вот, ну, прикольно, ну, интересно, очень интересный опыт, да, я всегда рекомендую учиться, и не самому, а с кем-то, всегда искать, у кого где что можно поучиться, я всегда это делаю. Слушай, классный ответ, единственное, что мне кажется, немножко зная тебя, там, за сколько мы лет с тобой знакомы, ты, для коуча-психотерапевта, ты не лучший клиент, потому что ты быстро, типа, снимаешь его систему, метод работы, и типа, уходишь, а ему же выгодно, чтобы ты долго с ним продолжал работать, в каком-нибудь непонимании, как бы, существуя отчасти. Мне кажется, это миф, это любой специалист, вот я, как, я же занимаюсь тоже, как бы, обучением, и общаюсь с людьми, мне нет смысла с человеком сидеть там много лет, у меня абсолютно нет желания, чтобы человек там не платил там годами, и результаты не получал, зачем мне это? Мне самое выгодно, что человек пришел, за одно занятие, или там, два-три занятия, принял систему, и пошел делать, получился результат. Потому что я его на кейс, и он будет моей рекламой, чем я буду с ним там два года сидеть, и я за счет этого кейса, там, получу еще там много-много дополнительных активностей, и новых клиентов. Поэтому, я думаю, что это такой миф, для стоматологов, да, обычно так бывает, в анекдоте. Да, слушай, на больную сейчас прям наступил мозоль, это правда, да. Эх, слушай, это классная система, мне нравится, а еще, мне кажется, добавляет, немножко дополняет твои слова, еще посадишь человек на абонентку, доес устанет, а тебе нужно новых искать. Я считаю, надо пользу нести, если ты несешь прям искреннюю пользу, я вот, например, ко мне человек приходит, я стараюсь там за полтора, за два часа, если там мы систематизацию делаем, максимум вообще выдать, то есть, настолько накачать, чтобы у человека были такие глаза, нифига себе, какую пользу я получил. И потом я записываю отзыв, он такой, блин, я вообще об этом не думал, и он очень всем советует, то есть, вот это лучше гораздо, и я же могу это сделать, я ни в коем случае никогда не буду зажимать, меня бесят те, кто, а вот это вот там за дополнительный денежку, а вот это там еще там за что-то, да блин, ну какая фигня. Я стараюсь, как только человек, и записываешь его на видео, он такой, Стас, можно я уже пойду? Нет, давай еще одну сессию, прямо сейчас. Нет, ну они искренне хотят, я в конце спрашиваю, типа готов, ну, как бы записать отзыв, он куда, окей, то есть, я не заставляю, естественно, они сами по своему желанию, поэтому, потому что, домой не отвезу, будешь сидеть. Да, ну это всегда приятно, почему нет. Слушай, классно получилось, у меня больше нет вопросов, вроде ты опять отбился, я только попрошу писать еще, спрашивайте не только про дизайн, мне очень приятно, что вы стали больше вопросов задавать про жизнь вообще, и про психологию общения, мне кажется, это какая-то твоя нераскрытая часть, пока еще характера, ты много говорил про дизайн, раньше я писал про дизайн, но вот про психологию меньше, я очень рад, что это начинает из себя выплескиваться, твои знания, так сказать, переполнены знаниями, Станислав. Пожалуйста, куда писать, скажи, потому что люди спрашивают, кто в инстаграм, кто еще писать. Писать мне в личку, я есть в канале, либо пишите вопросы в комментах под видео, обычно мне пишут просто в личку с телеграме, и поэтому, как вам удобнее, любой вариант, я все подберу, ничего не растеряю. Да, а почему мне писать не надо, потому что лучше, чтобы это не подготовлено было, тогда я готов, прям поклясться на Библию, чуть ли не хотел сказать, что Станислав не видит вопросов до записи, мне кажется, это важная часть, не хочется вас никак обманывать, поэтому я здесь гарантом выступаю у него о неподготовленности. Вроде пока неплохо получается. Хранит секреты, Сергей. Да. Ну а в следующем видео мы узнаем, мы узнаем, чем закончился твой этот самый двухнедельный, сколько ты уже работаешь? Надо немножечко... И, конечно, я обещаю рассказать, безусловно, будет в основном премьеру, когда все будет, я буду уверен, потому что я точно нанят, мне не снится все происходящее, обязательно расскажу, конечно, ничего не скрываю. Да, и сколько тебе платят? Станислав, ты просто иногда невыносимый, а вот под конец ты, видимо, можешь пользоваться своей силой. Спасибо, друзья, спасибо, Станислав, увидимся через неделю, еженедельный выпуск, шерки друзьям, задавайте вопросы, увидимся, пока.